Сначала вступление сделает генеральный директор Русоникса Константин Анисимов и, наверное, расскажет немножко, что нас ждет в ближайшие полчаса. Добрый день, доброе утро. Как знаете, мы много работаем по партнерской программе, у нас много партнеров и специализируемся именно на битриксе. И поэтому решили сделать такой доклад, который поясняет, зачем нам это партнерство, зачем вклиниваться в ваш союз с вашим заказчиком, зачем нужен вообще хостер. А вчера я получил даже такое подтверждение правильности направления, что этот доклад в принципе нужен. Антон Кисляков, он подошел и говорит, слушай, ну все-таки вот может быть мне взять там к себе сервачок, я его нарежу и буду сам хостинг давать. Ну то есть эта мысль, она каждого все равно посещает каким-то образом. То есть понятно, что какая-то третья сторона, ей в принципе достаточно важную нужно отводить роль, то что надежность всей системы от нее зависит и прочее. Сейчас Вова расскажет, собственно говоря, почему именно нужно партнериться с хостером, почему это нужно делать и почему это важно. А так вот могу сказать от себя, что если у вас меньше тысячи клиентов, то вообще заниматься вот этим делом самостоятельно бессмысленно совершенно. То есть не заработаете ни цента и только потеряете деньги. Ну там еще есть возможность потратить больше на самом деле. Доброе утро, коллеги, меня зовут Владимир Песков, я специалист по работе с партнерами компании Aerosonics. Сегодня я немного углублюсь в нашу партнерскую программу. То есть многие знают о том, что у нас партнерская программа есть и, соответственно, многие думают, что это классические схемы, то, что вы приводите клиентов, мы вам делаем отчисления. На самом деле наша партнерская программа немного шире, чем вот это вот мнение. Мы сегодня поговорим о том, какие варианты хостинга, в принципе, и бывают для студии. Это такие чуть-чуть очевидные моменты общие для того, чтобы повести вас в курдело. Далее, зачем, в принципе, студии нужно предлагать хостинг клиенту и зачем им предлагать полностью законченные решения. И как на этом заработать, особенно в такие нелегкие моменты, как у нас сейчас. Ну, то есть кризис, проще говоря. Какие варианты хостинга у нас бывают? Я выделил четыре основные момента. Это хостинг сайта клиента на его же собственных серверах. Например, какие-то для 1С у него есть, для каких-то внутренних задач. Второй вариант – это решение от самого разработчика платформы. Живой пример облака Bittrex24. Это законченное решение, которое предлагает прямо непосредственно сама компания Bittrex. Следующий вариант – это один из самых популярных. Это размещение на своих собственных серверах, которые вы арендуете. И четвертый вариант – это отдать кому-то на аутсорс, то есть вашему хостинг-партнеру. Первые два варианта я рассматривать не буду, потому что они являются законченными решениями. Мы, к сожалению, уже на них либо не можем повлиять в целом, либо можем повлиять, но это будет достаточно мизерно. Поэтому остановлюсь на нижних двух. Зачем вам предлагать хостинг-клиенту? Предлагая хостинг-клиенту, вы привязываете к себе его. Таким образом, он всегда к вам обращается, и вы для него становитесь студией службы одного окна. Плюс он вам еще предлагает, он вам начинает платить деньги каждый месяц исправно. Он к этому привыкает, он привыкает вам давать деньги. Соответственно, как я уже сказал, вы являетесь студией одного окна, вы получаете от этого дополнительный доход. А в чем преимущество размещения на своих серверах? То есть вы, например, арендуете большой мощный сервер, делите его между своими клиентами и начинаете, соответственно, потихонечку это перепродавать. В чем преимущество? Вы знаете, что происходит с вашими серверами. То есть, если, например, у клиента не работает сайт, вы уже знаете, что у него там происходит, либо, по крайней мере, в курсе, либо можете это оперативно сказать. То есть ответ вашей технической поддержки будет моментальным. Один взгляд на общую статистику, и вы уже все видите. Вы можете настроить его под свои проекты, то есть сделать какую-то кастомизацию, которая вам поможет в будущем, в дальнейшем, как-то облегчить задачи ваших разработчиков, ваших сотрудников. И, соответственно, он сажается на абонентскую плату. Это очень-очень важный фактор, сажать ваших клиентов на абонентскую плату. В чем есть недостатки этого метода? Вы несете дополнительные затраты. Дополнительные затраты вы, помимо очевидных, очевидные затраты, то есть это непосредственно сама аренда сервера, вы несете еще и скрытые затраты. Вы тратите на это время своих же разработчиков. Разработчики могли бы заниматься делом, а они занимаются настройкой серверов. Вам требуется лицензия. Для предоставления услуг хостинга, это является телематическими услугами связи, для этого нужна отдельная лицензия. То есть, если вы представляете подобные услуги, вам обязательно ее иметь. Вам нужно следить за тем, вам нужно работать с дебюторской задолженностью. Вам необходимо следить за тем, чтобы каждый из ваших клиентов платил вам деньги исправно, и никто не забывал это делать, и менеджеры вовремя их уведомляли, либо существовала какая-то автоматизация. И такой вариант порой бывает неподходный для всех клиентов. Очень часто мы, вижу, как отдел по работе с клиентами работает, например, с госорганизациями. Им нужен договор, счет, предоплаты, все вот эта куча документов, которые не всегда оперативно можно предоставить. Пока я готовил презентацию, в интернетах нашел один замечательный комментарий, оставленный одним пользователем на хабре-хабре. То, что лучше зарабатывать на… лучше размещать у сторонних лиц и зарабатывать на своей основной деятельности. Это было сказано к тому, что стоит ли отдавать сторонние хостинг-компании свои проекты, либо нет. Хостинг у хостера-провайдера плюсы. Какие преимущества вы получаете от того, что отдаете проект на аутсорс? У вас нет ответственности за хостинг. То есть, например, если у вашего клиента поломался сайт, вы в этом не виноваты. Вы всегда можете перевести стрелки на вашего партнера, коллегу, хостинг-провайдера о том, что… Сейчас я выясню, буквально одну минуту. У вас нет дополнительных расходов на хостинг. То есть, помимо того, что вы не тратите деньги на аренду сервера, вы не тратите деньги на ваших разработчиков. То есть, они идут именно разрабатывать проекты для ваших клиентов. И у вас, соответственно, так как у вас отсутствует отдельная строка в доходах, соответственно, на это нужно меньше документов. Какие же минусы есть, если вы отдаете это кому-то со стороны? Клиент находит сам по себе. У него есть возможность, таким образом, плавненько про вас забыть. У вас остается необходимость настройки. Многие хостинг-провайдеры предлагают просто WPS-ку и при этом ничего не дают взамен. То есть, вставьте на них виртуальную машину Bittrex и делайте из нее все, что хотите. Так как хостинг является для этой компании основным бизнесом, никто не будет отдавать полностью или большой кусочек своей прибыли. Размер вознаграждения чаще всего оказывается маленьким и незначительным. И, соответственно, если вы что-то хотите понять, почему сервер не работает, вам нужно писать в их техподдержку, либо позвонить. Но чаще всего техподдержка отвечает именно по письмам. И вам нужно ждать. В чем минус сотрудничества именно с компанией Rusonix как с хостинг-провайдером? К нам нужно привыкать. То есть, наша программа, которую мы вам представляем, они достаточно объемные. И для того, чтобы понять основную суть их работы, они не очевидны. Нужно немного понять, как они работают, как работают сервера без забот, почему на них, например, нету некоторых моментов. Вот этому нужно немного привыкнуть. В чем основные преимущества работы с Rusonix, именно как с хостинг-провайдером, как с вашим партнером? Клиент остается у вас. То есть, он продолжает вам платить абонентскую плату за ваши услуги, за обслуживание сервера. Вы параллельно с этим представляете ему услуги хостинга, клиенту говорите о том, что, например, можно как настройка сервера. Самое главное, что мы тут не фигурируем для клиента. Нас, в принципе, нет. Мы очень плотно сотрудничаем с Bittrex. И, соответственно, наши сервера уже настроены под Bittrex. Причем это не виртуальная машина. Это именно сервер с настройками, которые оптимизированы под Bittrex. Это немного дальше мы пошли. Вы самостоятельно устанавливаете себе вознаграждение. Раскрою это понятие. Вознаграждение будет складываться из-за того, какой размер абонентской платы вы озвучите клиенту. И зачастую это намного дороже будет обслуживание месяц, чем стоимость непосредственно самого сервера. При условии того, что сам сервер вам еще идет с партнерской скидкой. То есть не та стоимость, которая видна на сайте, а идет определенный процент с минусом. Процент будет зависеть от вашего общего оборота. Чем больше оборот, чем больше скидка на все сервера. То есть это вполне себе логично. И для многих партнеров мы уже стали это практиковать. Мы предоставляем эти услуги всего нашим трем нашим партнерам. Это персональное обслуживание. То есть те партнеры, которые периодически на нас переводят свои проекты, у них есть такой определенный шаблон действий. Точно так же, как я вам говорил про настройки кастомные, которые вы можете делать на своих серверах, точно так же можно передать техподдержке ваши пожелания в целом. И если вы будете обращаться уже в техподдержку, то она уже примерно будет знать. У нее есть определенный шаблон, что вы любите, что вам нравится, что вам не нравится, и что вам лучше подправить и на какой параметр. Как это все работает? Вы самостоятельно назначаете клиенту стоимость за обслуживание сервера, вы закупаете для клиента услуги со скидкой, и разница в цене, сами понятны, где она остается. Если, вне зависимости от количества клиентов, от нас вы будете получать всего одно уведомление с одним счетом. То есть, например, услуги в феврале у вас будет стоить n количество рублей, и у вас еще будет 15 дней для того, чтобы платить этот счет. То есть будет условно-кредитная программа. Все услуги будут стартовать для вас сразу же после их заказа. То есть вам не нужно идти в бухгалтерию, оплачивать счета сразу. Период с момента подключения услуги, например, 15 января, до конца календарного месяца, до 31 января, он будет в принципе бесплатный. Вы можете спокойно на нем все делать. Если даже что-то не получится, либо как-то не срастется, то можно будет заново все это начать делать. Начиная с 15 февраля будет авансовый счет на месяц вперед для всех ваших клиентов. Таким образом мы просто привязываемся к календарному месяцу, и первое число это на самом деле очень удобно. Как оплачивать? Тут уже идут наши параллельные программы, которые идут с этим. Вы также можете приводить клиентов, также можете от них получать вознаграждение, но получать вознаграждение можете двумя способами. Либо бонусными баллами, либо авансовыми платежами. Бонусные баллы, еще более подробно на этом останавливаюсь. И, соответственно, это как оплачивать услуги. То есть, соответственно, что я хочу сказать, то что можно клиентам, которым не подходит ваша абонентская плата и ваше обслуживание, их можно по одной программе ставить, когда они нам платят напрямую. Клиентам, которым это подходит, можно идти на другую программу, когда вы сами всем занимаетесь. И причем вознаграждение от одних клиентов можно будет тратить для того, чтобы оплачивать услуги других клиентов. То есть программа, по сути, делала работу параллельно. Откуда берутся бонусы? Это самая классическая схема, которую можно придумать. Это проценты от ваших продаж. Это проценты за продажи услуг хостинга. Это проценты за продажи ССЛ-сертификатов. Дополнительного дискового пространства в ТПБК и за любые дополнительные ресурсы, которые клиенту будут нужны, которые он купит. От этого всего идут проценты. Если вы хотите получать эти проценты не бонусными, то есть такая виртуальная валюта – это бонусы. То есть она же никак не проходит по документам, никакого возможности материального выражения не имеет. Мы продолжаем работать со всеми классическими схемами, такие как выплаты обычными рублями. То есть тут мы велосипед, к счастью, не изобрели. И, соответственно, у нас в итоге получается три партнерские программы. То, чему была посвящена большая часть моего доклада, называется реселлерская программа. Две другие, когда клиент с нами напрямую сотрудничает, и мы вам платим вознаграждение. Это либо бонусная, либо агентская программа, как вам будет удобней. Для того, чтобы было немного повеселее, мы сделали небольшую лотерею для вас. Так вот выглядит наша анкета. Можете на стенде рядом с большим залом ее забрать. На этой стороне находится ваш приз. Стираете скрэч-слой. И для того, чтобы получить, просто заполняете анкету. Все достаточно просто, я не надеюсь. Что мы? Сколько денег? Среди этих призов, помимо услуг хостинга, будут еще скидки на SSL-сертификаты, скидки на сами услуги хостинга, тысяча, пять, десять тысяч рублей скидки. И, соответственно, небольшие материальные призы в лице жестких дисков. Также для наших партнеров мы периодически стараемся проводить всевозможные акции и всякие разные мероприятия для того, чтобы вам было не только удобнее, но и проще с нами продавать и зарабатывать больше денег. Меня зовут Владимир Песков. Спасибо за внимание. Если у кого-то есть вопросы, я буду рад ответить. Есть вопросы? Вячеслав зовут. Вопрос по панели управления. Я не программист, но было 10 клиентов у вас, еще работая в другом агентстве, все они отвалились из-за панели. Из-за панели? Будете делать? С панелью мы очень плотно сотрудничаем с компанией Parallels. У нас помимо самой панели есть еще биллинг, система управления контейнерами, все это завязано Parallels. У нас есть в ближайших планах качество альтернативы предложить вам ISP-менеджер, но на самом деле, поковырявшись в нем, я человек, который пришел в хостинг, я толком не понимал, что такое в принципе хостинг. Сейчас уже работаю в Урсониксе уже n количество лет, я уже понимаю, насколько этот бизнес интересный. И я, соответственно, начал с плеска. То есть первое, что в моей жизни было увидено из панели управления, это был плеск. Через некоторое время, где-то год с ним работал, начал ковыряться в ISP, он не такой. Он предлагает какие-то такие же функции, просто другим количеством иконок, и на самом деле в плеске я могу настроить больше. Мне с ним проще управляться, потому что он мне предлагает гибко настроить все то, что я делал, и при этом мне с ISP было неудобно управляться. На самом деле к плеску нужно просто так же, как и Кроссоникс, немного привыкнуть. Там очень много функций он предлагает, поэтому мы будем… Можно еще я прокомментирую чуть-чуть про панель? Даже не прокомментирую, а когда вот это была ситуация с панелью? Лето прошлого года. Летом этого года, да? Прошлого, да. 14-й год, да. Вот была описание. Смотрите, сейчас новая версия вышла панелей, в принципе, раз за разом параллелс, он достаточно серьезно улучшает юзабилити своей панели. В принципе, это известная как бы проблема, то, что параллелс, панель параллелс, она, ну вот я ее как называю такая, панель написанная физтехами для физтехов, да, то есть она достаточно сложная. Ну да, программисты жалуются. То есть функционала очень много, да, но этот функционал сделан не очень удобно с точки зрения использования. Не знаешь, где, где что может быть закопано. Это действительно так, как бы, то есть такие проблемы были, об этом уже там несколько лет параллелсу все говорят. В принципе, сейчас вот релиз за релизом, она очень сильно улучшается. С моей точки зрения вот сейчас 12-я панель, которую вот недавно запустили, да, мы, кстати, вошли даже в топ 10 мировых хостеров, кто 12-ю панель продается, да, и она хорошая, то есть можно уже ее смело, наверное, рекомендовать. Еще важно заметить то, что наши партнеры, они участвуют в разработке этой именно с юзер интерфейса, потому что, да, так как, опять же, как я сказал ранее, мы плотно сотрудничаем с параллелс, эта плотность еще выражается в том, то, что наши партнеры помогают параллелс своим фидбэком, своей обратной связью, когда они к нам презентовали еще новую версию для наших партнеров. То есть мы специально собирали партнеров, которых вот мы говорим, хорошо, вы недовольны панелью, это как бы одна позиция, да, с другой стороны, а вы готовы посоветовать, что в этой панели нужно изменить, так, чтобы вы были ей довольны. Вот несколько таких партнеров набралось, мы их специально сделали как бы совместную такую сессию с параллелс, чтобы параллелс тоже послушал, как бы такой даже не мнение, даже не хостера, а вообще вот партнера, конечного заказчика. То есть кто непосредственно с этой панелью работает? То есть это было, кстати, да, полезно. В общем, обновление было постоянно. А вот то, что сейчас будет происходить с биллингом, но я тоже могу как бы приоткрыть завесу, ну, по крайней мере, то, что мы видели, это очень круто, да, то есть вот то, что произойдет, как бы вот с личным кабинетом в биллинге, мне очень нравится, но это где-то вот начиная, ну, наверное, летом будет или ближе к осени, скорее даже, я думаю. Это релиз. К чему спрашиваю? Релиз, кстати, носит такое название внутри параллелса, тоже говорящая само за себя, Феникс. То есть они кардинально вообще переделывают там юзабилити. Ясно, спасибо. Пожалуйста. Привет. Меня зовут Юрий. Два вопроса. Первый вопрос. Я, честно сказать, последнее время не работал с вашей компанией, но когда-то был опыт. Как у вас с технической поддержкой, там, время реакции, email, телефон? И второй вопрос. Чем реселлерство будет отличаться? Ну, вообще, в принципе, отличается от банального пошел, купил ВПС, ВДС и начал там генерить виртуальные хосты и там размещать своих клиентов. Так, я понял. Ответ на первый вопрос. Техническая поддержка. По поддержке давайте я прокомментирую. На самом деле для меня это очень, как бы такой важный, серьезный параметр. Вообще вот в хостинге можно вообще ничего не делать с точки зрения, как бы, продаж, да, но иметь самую лучшую поддержку, хорошую поддержку, и это будет продаваться очень хорошо, да, потому что клиенты будут советовать, то, что в принципе-то клиенту что надо. Ну да, с одной стороны ему надо заработать, но с другой стороны ему надо, чтобы проблем вообще не было, да. И если ты сможешь обеспечить, чтобы проблем вообще не было, то это будет все очень хорошо само продаваться. То есть продукт будет сам себя продавать, по сути. И мы, ну я в частности это очень хорошо понимаю, потому что я тоже когда-то занимался технической поддержкой, я руководил центром технической поддержки. И мы сейчас очень жестко как бы отслеживаем все параметры, там скорость ответов, скорость решения тикета, уровень удовлетворенности клиента. Мы перешли на такой параметр, как NPS, Net Promoter Score. Если знаете, ну может быть видели, что в ответ на закрытие тикета мы присылаем такой опросник, который в принципе сейчас состоит всего лишь из одного вопроса. Но он психологически очень важный, да, то есть способны вы или нет посоветовать нашу услугу другим. То есть если способны, то да, значит вы уверены, ну вы по сути как бы своей репутацией немножечко тут рискуете, да, поэтому вы будете советовать только в том случае, если вы четко довольны этой услугой. Вот, то есть вот такая есть методика, мы ей сейчас пользуемся. И я могу сказать, что NPS сейчас от технической поддержки у нас порядка 75, это вообще фантастически высоко. То есть я вам приведу пример, что у продуктов Apple это 50, порядка, ну там плюс-минус несколько баллов, порядка 50. У продукта самого успешного продукта Parallels, это Parallels Desktop для Mac, 35. Поэтому здесь вот с точки зрения удовлетворенности клиентов мы сейчас очень хорошо работаем с техподдержкой. Единственный параметр, над которым вот сейчас мы много работаем, это время, самое время решения тикета. То есть здесь вот я еще не совсем доволен, скажу честно, да, но над этим мы работаем, я думаю, в 15-м году мы кардинально тоже этот параметр улучшим. Тикет по имейлу. То есть по телефону решаются какие-то общие вопросы, да? Лучше всего на самом деле по имейлу всегда, да? Потому что телефон это… Ну, всем понятно почему, да? Хотя есть разные стратегии. Ну, то есть GoDaddy, например, наоборот, отменил поддержку… Грубо говоря, возможно ли с техническим специалистом пообщаться по телефону? Или это недоступно? Или это только какой-то первый… Нет, это можно. По телефону можно, конечно. На самом деле в любом случае… Извините, перебью. Лучше по почте, потому что, смотрите, если вы звоните на первую линию, она в основном как в режиме консультации и первой помощи. Если проблема… В течение часа на ваше письмо в любом случае поступит ответ. Там часа, максимум двух. И при этом, если задача у вас просто нестандартная, не шаблонная и требует прокапывания именно, этот же email, он просто передрисуется во вторую линию и вас об этом уведомляют. То есть вас в любом случае без внимания не оставят. И именно… И опять же, техподдержка круглосуточная. Одного человека держать на рабочем месте 24 часа 7 дней в неделю нереально. Поэтому, соответственно, если проблема начала решаться одним специалистом, она может для того, чтобы как раз-таки опять же во временные рамки уложиться, она может быть переадресована другому специалисту, который ознакомится с перепиской, поймет проблему, уже просто открывает тикет, первый раз увидит. Там две страницы переписки. Он все прочитает и уже напочмет, что уже делали и что надо будет еще сделать, если проблема там, например, не решена. Так, а второй вопрос у вас? Ну, по поводу VPS, VDS. То есть пошел, купил, начал размещать там те же проекты на битрикс. Чем лучше программа реселер? Ну, если говорить про саму VPS, то есть по версии битрикса мы самый быстрый хостинг. То есть мы специально преднастраиваем виртуальную машину. То есть это определенное ноу-хау наше, то есть это наши специалисты придумали, сделали там, прокопали очень мощно эту тему. Поэтому это вот так. А с точки зрения реселерства, это удобнее тем, что клиенты друг от друга отделены. Обычная ситуация, две обычные ситуации. Первая ситуация, это когда на своем сервере, который вы поделили на OPS, что-то происходит, клиенты падают все сразу. То есть они друг от друга зависимы. Это основной минус. Не, ну то, что один сервер, то, что вы на него делите, то, что вы зарабатываете на него деньги, это все хорошо. Но есть еще и обратная сторона медали, про которую мы тоже постоянно помним. Это вот то, что если с одним что-то плохо случилось, с одного DDoS, например, второй вариант тоже очень частый, то блокируется весь сервер автоматически для того, чтобы изолировать угрозу. При этом всем все равно, сколько у них там клиентов, один или сто. Соответственно, чем реселеры лучше? Реселеры лучше тем, что они друг от друга отделены. Проблема одного клиента не касается других клиентов. Уточню. Это некие клиенты в личном кабинете, да, отдельные? Они, ой, я про это могу более подробно сказать, про техническую реализацию, но, в общем, они друг от друга отделены. Давайте на стенде к нам подходите тогда. Давайте последний вопрос девушку еще хотела. Скорее поговорить, потому что нас не так много, и если есть возможность пообщаться. Директор по технологии МБЛ Гаратерина. Давайте лично, если вы пообщаетесь. У нас остается просто 10 минут от кофе-брейка, я вам предлагаю отдохнуть, а пообщаться уже лично, если вы не возражаете. Давайте подходите к нашему стенду вот здесь за углом. Ребята стоят. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Спасибо.